Где прозвучал ряд важных заявлений, касающихся жизни многих россиян. Премьер пообещал продлить действия материнского капитала, а также программы «Доступная среда для инвалидов», как показавших высокую эффективность. Также глава Кабмина посоветовал всем губернаторам и руководителям Единой России взять под личный контроль дома-интерната для престарелых и побывать там в ближайшее время. Сему продолжит Нина Свечникова. Признак цивилизованного государства – хорошее отношение к старым и больным. Участие премьера привлекло особое внимание к теме социальной поддержки. На форум в Ярославль приехали более тысячи человек из разных уголков страны. Освечали его более сотни журналистов. Форум проходил под эгидой Единой России. Дмитрий Медведев посоветовал партийцам быть ближе к народу, теснее поддерживать обратную связь и видеть, что происходит на местах, особенно там, где есть проблемы. Не могу не сказать об одной теме. Она такая болезненная, я бы даже сказал, почти кричащая. Это условия в большинстве домов-интернатов для престарелых и психоневрологических интернатов. Скажем прямо, эти условия очень часто просто неудовлетворительные. Из-за этого большое количество происшествий, иногда трагических. Но сейчас более 9,5 тысяч человек все еще находятся в учреждениях социального обслуживания, которые признаны аварийными. 9,5 тысяч. И мы с вами понимаем, что это, как правило, беспомощные люди. Я считаю, что руководство регионов и партия в целом обязаны взять под контроль такие интернаты. Лично проехаться по ним, подчеркиваю, все руководители регионов. Это будет полезно. Также глава правительства заверил, что руководство страны постарается продлить действия таких важных программ, как материнский капитал и доступная среда для инвалидов, поскольку они показали высокую эффективность. Социальные работники просили у премьера выдать им планшеты, чтобы работать на современном уровне. Еще одна просьба касалась увеличения зарплаты. Сегодня их заработки одни из самых низких в стране. В ответ – обещание со временем довести ее размер до среднего уровня в регионе. В соцсфере теперь может появиться конкуренция. Новое законодательство позволяет частным компаниям и волонтерам оказывать социальные услуги. Все это широко обсуждалось на дискуссионных площадках, одна из которых проходила в Демидовском университете. Кризис бродит еще по всему миру. Если нас как-то это мало касалось, то санкции это обострили. И поэтому, конечно, приходится несколько урезать. Но, если вы обратили внимание, что председатель партии и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, и, конечно же, наш президент, всегда говорят о том, что социальные выплаты будут минимум урезаться. Говорили и о том, что надо повысить качество оказания социальных услуг. Для этого будут опрашивать тех, кому эти услуги оказывают. Такая работа уже ведется, но кое-где это сделать довольно трудно. Есть группы, которые не могут ответить на наши вопросы. Например, люди с деменциями, с психическими отклонениями, дети с особенностями развития. Вот над этим надо думать. Кто поможет нам оценить их удовлетворенность с предоставленными услугами. Затрагивалась и актуальная сегодня тема импортозамещения. В родном государстве необходимо наладить производство качественных вспомогательных материалов для инвалидов – колясок и протезов. Пока же отечественные аналоги сильно отстают от зарубежных образцов, что сказывается на качестве жизни инвалидов. Об экономике речь шла и на двусторонней встрече Дмитрия Медведева с губернатором Сергеем Ястребовым. Серьезные решения, принятые в области третьей мышистры, в первую очередь, наш архитектный инвестивный паспорт, который тоже сегодня выполняет функции импортозамещения. В целом, область экономики работает уж точно, что по итогам 2014 года, в первые два месяца у нас оценивается промышленно производство более 10%. У меня просьба следить внимательно за всеми экономическими процессами и социальными процессами, которые происходят в нашей стране. Премьер впечатлился ростом ярославской промышленности, но подчеркнул, что успокаиваться на достигнутом пока рано. Нина Свичникова, Михаил Орлов.